Ну что ж, вот вы и завели свой канал на Яндекс Дзен. Поздравляю, но вам, конечно же, не терпится заработать свои первые 100 рублей. Первый заработок. Кажется, что после этих первых 100 рублей жизнь кардинально изменится, мир изменится, появится стабильный заработок в интернете, все будет отлично. Что ж, не буду забегать вперед и разочаровывать вас, но остановимся на том, как же заработать первые 100 рублей на Яндекс Дзен. Итак, Эд Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Чтобы заработать первые 100 рублей на Яндекс Дзен, нужен канал на Яндекс Дзен, но, как мы уже с вами выяснили, он у вас есть. Так вот, ну если нет, то заведите обязательно. Так вот, для заработка на этом канале нужно начать как минимум публиковать статьи. Как часто их публиковать? Наверное, все знают. Я много раз об этом говорил. Три статьи в неделю минимум. Но три статьи в неделю минимум, это для каналов, у которых уже есть какая-то аудитория, для каналов, у которых и так все отлично. Если такие каналы будут публиковать меньше трех статей в неделю, То у них начнется, скажем так, деградация Нам же с новым каналом, который мы только завели Как минимум нужно писать по одной статье в день В идеале оптимально Я бы вообще рекомендовал выкладывать хотя бы по две статьи в день Причем периодически разнообразить свой контент То есть днем у вас, скажем, хорошая статья Вечером выкладываете какое-нибудь интересное видео Кстати, насчет интересности Многие задают вопрос То есть у них есть некоторые готовые статьи Либо подборка тем Некоторые подходят очень ответственно к делу заведения канала У них там целый план Что вот такие-то, такие-то темы Составляют график, на какие темы они будут писать Кстати, я не думаю, что это прям очень хорошая идея Но тем не менее Вот у вас есть там контент-план, скажем там, на два месяца И многие интересуются Сначала выкладывать те статьи, которые прям хорошие и интересные Или их оставить на потом Когда статьи будут прям хорошо крутиться Да, кстати, если вы завели только что канал Вы можете не знать, что Яндекс.Зен первым новым каналом не дает показов То есть вот эти вот каналы, которые продаются, где там пишут Оу-каналы Это название пошло от того, что если посмотреть код страниц такого канала У него в коде будет указано ContentAll Это значит, что он в ленте хорошо крутится Канал, скажем так, проиндексированный А если стоит None, значит он плохо крутится Так вот у всех новых каналов По умолчанию стоит None И начинают они крутиться Только после того, как тег изменится Как на это повлиять? Да практически никак Для начала не стоит вообще над этим заморачиваться Первое, что нужно сделать, это выложить три первые статьи Как только вы выложили первые три статьи, нужно переходить как раз к ежедневной публикации И на первые две недели, пока у вас там карма не появилась Пока у вас более-менее не посчитались стабильно показатели Нужно немножко оставить себя в покое И не беспокоиться особо о канале То есть вы пишете, ну и понятное дело Всякий контентный спам туда выкладывать не нужно Тут ведь какое дело Вы думаете, что у вас есть какие-то прям отличные статьи И бережете их на тот момент, когда канал прям раскрутится Но дело в том, что скорее всего Те статьи, о которых вы думаете, что они отличные Потом выяснится, что они не очень Так что в принципе можете смело брать и выкладывать их Но если вам жалко, конечно, можете выложить обычные статьи Другое дело, что когда вы создали новый канал Не стоит выкладывать туда откровенный шлаг, скажем так Тот же самый тег None меняется на All После того, как одна из статей начинает хорошо крутиться То есть, видимо, взаимосвязь такая, что люди начинают интересоваться Какой-то вашей хорошей статьей Переходить на нее, лайкать, подписываться И Яндекс.Ден понимает, что канал в принципе можно читать И начинает его хорошо крутить Так что по моему субъективному мнению Как нужно заводить канал Первые две недели вы пишете статьи Вполне себе нормальные, вполне себе приличные И после этого периода, когда Яндекс.Ден более-менее понимает Какая у вас аудитория На какую тематику вы пишете Можете смело начинать выкладывать прям отличные статьи Даже канал, если еще пока не раскручен Про то, как писать хорошие статьи Я уже много раз говорил Про то, что выбор темы очень важен Про то, что тема обо всем Это тема ни о чем И нужно выбрать одну определенную тему Но хотелось бы остановиться на некоторых нюансах Которые свойственны больше новичкам Итак, мы создаем канал Мы пишем на нем первые статьи И у многих почему-то эти статьи Похожи не на статьи А на какие-то заметки в социальных сетях То есть, текста там три абзаца И еще повезет, если три абзаца Не надо так То есть, сразу говорю Чтобы у вас появилась реклама на Яндекс Дзен Впоследствии статьи Среднее время дочитываний должно быть больше 40 секунд Больше 40 секунд Это вот многие рекомендуют Писать две тысячи символов Две с половиной тысячи символов Вообще не нужно привязываться к этим цифрам Постарайтесь так, чтобы не растягивать статью И не лить туда много воды Потому что среднее время дочитываний уменьшится Если вы будете просто лить воду И старайтесь как бы не сокращать сильно То есть, есть какая-то тема Вы ее раскрываете более подробно С какими-то нюансами, с какими-то деталями Иногда можно приводить какие-то цитаты Скажем, вот у меня исторический канал Я могу писать про какое-то, скажем, сражение И туда вставлять какие-то приказы Причем дословно Не нужно заниматься вот этой чепухой Проверять ваши статьи на антиплагиате Если вы полностью написали свою статью Если вы ее создали Не отрерайтили, скажем, зачем вам антиплагиат Да, там могут быть какие-то дословно скопированные фразы Но нужно указывать, откуда вы их взяли Кто источник Кто это сказал Кто это написал Тогда претензий никаких не будет Да, вы не ослышались Нужно раскрывать ту тему, которую вы берете Не нужно укладывать ее в два абзаца Кстати, на абзаце текст тоже нужно разбивать От того, как хорошо оформлен ваш текст Будет зависеть от того, как долго читают вашу статью Просто абстрагируйтесь и подумайте Стали бы вы сами читать эту статью Если бы увидели ее в ленте Не нужно писать для роботов Пишите для людей Чтобы им было интересно Чтобы они задерживались Пересылали вашу статью друзьям И тогда дело пойдет Но самая главная проблема в деле вашего первого заработка Ваших первых 100 рублей Стоит в моменте Что вам, во-первых, нужно набрать 10 тысяч минут просмотра А во-вторых, пройти проверку Яндекс.Дзен Что у нас с первым пунктом? 10 тысяч минут Здесь я, наверное, больше могу рассказать только о своем опыте Ну, то есть что? На Яндекс.Дзен многие почему-то пытаются набрать эти 10 тысяч минут Суммируя их с многих разных статей Вот здесь у нас немножко минут Вот здесь немножко минут Это все суммируется Потом через неделю это все уменьшается Потому что набрать эти минуты нужно за неделю Неделя проходит И они у вас постепенно съедаются И становятся меньше Многих это беспокоит Они начинают писать Почему у меня уменьшаются минуты? Потому что их набрать нужно за неделю Так вот На этапе выхода на монетизацию У многих возникает один вопрос Сколько статей нужно написать Чтобы набрать эти самые 10 тысяч минут? Отвечаю Одну статью Одну, но успешную То есть после того, как вы уже более-менее развили канал Написали туда какое-то количество статей Только после этого нужно написать одну статью Успешную статью С которой у вас там выйдет на монетизацию Может быть две статьи Она будет крутиться И наберет вам эти минуты А чтобы написать такую статью Нужно экспериментировать с заголовками То есть никогда не угадаешь Какая у тебя статья выстрелит Поэтому что здесь нужно делать? Правильно Просто писать Просто экспериментировать Просто смотреть Возьмите, как я уже много раз говорил Каналы похожей тематики Посмотрите, как они пишут заголовки Посмотрите, какие они темы эксплуатируют Посмотрите, как у них все оформлено Посмотрите, какие у них самые успешные статьи Не нужно их переписывать Но какой-то опыт от них можно взять И после того, как вы наберете эти самые минуты Нужно будет пройти проверку Яндекс.Дзен И об этом нужно всегда помнить Что есть еще проверка Которая проверяет, насколько хорош ваш канал И если у вас там желтушный контент Если у вас там контентный спам Нарушение правил То вы эту проверку никогда не пройдете Будете ждать месяц Два вас оставят Будут писать Подождите Каналы проверяются в очереди Скажем так Хорошие каналы В Яндекс.Дзен проверяются Буквально там за день Буквально за день Им подключают монетизацию Некоторые ждут две недели Некоторые ждут месяц А некоторые ждут больше года У меня есть товарищ Который уже там полтора года ждет Когда ему включит монетизацию Хоть он и набрал минуты То есть оно вам надо Так что перед тем, как писать Просто хорошо изучите правила Яндекс.Дзен И старайтесь их не нарушать И чтобы как можно быстрее пройти проверку Ваш контент должен быть как можно более уникальным Желательно делать свои снимки Желательно писать свои тексты Желательно писать их без ошибок И хорошо Чем будет более ценен ваш канал Для данной площадки Тем с большей вероятностью Вам подключат монетизацию Ну а после того, как вам ее подключат Вы сможете наконец-то заработать Свои первые 100 рублей 100 рублей за год Шучу, не обязательно за год Но высока доля вероятности Что первое время вы будете получать Сущие копейки Причем первое время может растянуться на год У меня там за первый год на одном канале Я смог заработать 1004 рублей Так что не нужно думать Что если вам подключили монетизацию Если вы начали зарабатывать какие-то деньги То с этого момента вы будете их получать Просто лопатой грести Нет, так не будет Сам Дзен говорил Что чтобы зарабатывать начать И раскрутить свой канал Нужно где-то вот полгодика Если готовы писать полгодика каждый день То вперед Так что подойдите к выбору темы Очень ответственно Выберите такую Где вы сможете писать каждый день Где у вас не иссякнет запас тем Где вы сможете придумывать заголовки И которая вас не будет особо напрягать Вот Ну, а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм Тоже подписывайтесь До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok